Здравствуйте! С вами канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем про породу молочных коз, выведенную в Швейцарии более пяти сотен лет назад. Небольшая голова с длинными полустоячими ушами, довольно крупное тело с широким туловищем белой масти и камолость – таковы основные черты экстерьера заанинской козы. Выведенные в местечке Заанин, расположенном в Бернских Альпах, сегодня представители породы распространены по всему миру. Среди всех молочных пород заанинские козы занимают первое место в мире благодаря своей высокоудойности. Эти животные способны давать в год минимум 600-700 литров молока, а при улучшенных условиях кормления содержание – 1200 литров. Козы высокоудойные, потому как у них такая особенность. Их вывели и мы специально рассчитываем на высокоудой, это самая высокоудойная коза, хотя говорят, что у них не особо много жира в молоке и белка. Это все зависит от кормления. Если кормить только сеном и водой или выпускать летом на траву, то, конечно, жирность и белок будут низкие. Если у них будет стандартно и летом, и зимой круглогодично один и тот же корм, концентрированный корма, в том числе высококалорийный, с большим содержанием протеина, то жирность и белок будут также высокие, как и остальные другие козы. По вкусовым качествам молока оно также не будет иметь запаха, не будет иметь привкусу, если содержать животных в чистоте, на чистой подстилке и использовать хороший корм. Будучи крупными животными, взрослые осы бизанинской породы имеют вес от 45 до 80 килограммов. Высота в холке у них колеблется от 75 до 95 сантиметров. Эти животные обладают блестящей короткой шерстью. Кроме этого, особо знаменито их нестандартное для коз выражение морды. Это племенные животные. Отличаются они от своих собратьев конституцией своей, то есть строением тела, шерстяным покровом, выражением морды лица, так скажем. Кто занимается давно позами, я в том числе могу отличить занинскую козу от любой другой белой, будь то белая русская или от родия занинских коз. То есть она ярко отличается своим выражением морды. При содержании занинской козы стоит помнить о том, что этим животным требуется свой температурный режим. Зимой в пределах плюс 6 градусов, летом не выше 18 градусов тепла. При этом в животноводческом помещении всегда необходимо поддерживать чистоту. Рекомендуется содержать по две дойные козы в отдельном стойле. Средняя продолжительность жизни коз занинской породы составляет 9-10 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok